Девушки отдыхают Господин Киамов из Японии И, в общем-то, он принес свои извинения, что его китайский язык лучше, чем его английский Я не уверен, что мой русский лучше моего английского Но мы сейчас это и проверим, собственно Уважаемые гости, дамы и господа Впервые я хочу поблагодарить организаторам конференции За то, что они мне позволили выступить на русском языке Несколько недель назад у нас был гост из Японии Университет Фукуяма Разговаривал со мной, он поделился Как бы извиняюсь, что его китайский лучше, чем его английский Я не знаю, лучше ли мой русский, чем мой английский Но сейчас я имею возможность это проверить Как отметили Стюарт и Тату Многое было написано по проектированной разработке школьных программ Гараздо меньше было написано на профессиональные учебные программы для подготовки учителей И это, по их мнению, может относиться к многим более или менее развитых странах по всему миру По словам Калахен Ангрини, поскольку образование имеет много целей и компонентов Вопросы относительно качества могут быть допоснованно заданы в отношении любого важного аспекта системой Инфраструктурой, школьных зданий, администрации, подготовки учителей, учебных материалов, обучения или достижения студента Все эти элементы взаимосвязаны и серьезный дефицит в одном Скорее всего, будут иметь последствия для качества других Каждая из вышеупоминанных аспектов образования был, есть и вероятно по-прежнему будет предмет на обширных и углубленных дискусии Поскольку качественное образование всегда было основой каждого пресветающего общества Общества в целом и профессиональные экспертные сообщества в Българии также не отсутствуют в этих дискусиях Периодически возникают вопросы о достижении учеников, учащихся, которые выпадают из системы обязательного образования Количество школ, размере класов, учебных программах и планах, экзаменах в выпускного класа, финансирование образования, карьерном развитии учителей, ресурсное обеспечение образования, прежде всего в материальном аспекте На фоне обсуждения столь многих и важных аспектов образования в Българии, в последние десятилетия, по крайней мере для меня, это было очевидное отсутствие из поля непрекращающихся дискуссий по проблемам базового педагогического образования, именно о педагогическом образовании учителей И пока эта проблема в Българии до недавнего времени игнорировалась, ее воспринимали как важную в странах Европейского Союза и других развитых странах и были предприняты серьезные усилия для ее решения В Европейском докладе о качестве школьного образования с 2001 года отмечается, что в европейских странах существует острая необходимость качественной начальной подготовки учителей при поддержке хорошей индукции непрерывного профессионального развития Возможности для повышения транснациональной мобильности должны расти, что повышает престиж этих навыков и опыта, которые помогают учителям работать в совершенно разных культурных и исторических контекстах Страны, которые извлекут наибольшую пользу изъятой растущей мобильности, будут те, которые лучше всего оснащены на национальном и школьном уровне, чтобы воспользоваться новыми возможностями В вашеупомянутом докладе представлены и сравнительные данные о продолжительности начальной подготовки учителей старших классов и средней школы в 30 европейских странах К 2000 году при этом выделяются следующие два ключевые компонента Общее или предметно-ориентированное образование и подготовка, знание того, что преподаватели будут обязаны преподавать, а также общее образование, которое непосредственно связано с преподаванием И второе – педагогическое образование и практическое обучение Практика в школах плюс ряд других курсов, связанных с учительской профессией Например, теоретические курсы в дидактике, психологии, детские, возрастные и педагогические методики, обучение, истории образования, использование к тех образований Анализируя причины неуклонного и высокого интереса молодежи в Финляндии Программу министерского педагогического образования Расмусе Нидорф Обращаю внимание на то, что педагогическую науку, педагогику, предметную дидактику, практику преподавания и связь теории с практикой – это найважнейшие компоненты педагогической подготовки Результаты изучения этих дисциплин сопоставляются, чтобы увидеть, какую роль они играют вместо с научными дисциплинами По мнению Расмусе Нидорфа, причина в том, что эти дисциплины делают образование четко различным, как образование для учителей А также потому, что решение проблем педагогического образования чаще всего рассматривается в результате интерпретации этих дисциплин Педагогика или педагогическая наука традиционно считается смычкой в образовании учителей Которые гарантируют его сплоченность, а также как сильный элемент формирования личности учителей и профессионалов Предметами педагогической науки считаются предметы, которые отличают педагогическое образование от того, чтобы быть просто продолжением средней школы или по предметам бухгалтериата и магнистратуре Очевидно, что в всех странах Европейского Союза особый упор делается на подготовку учителей и прежде всего на их педагогическое образование с четким осознанием того, что это решающий фактор в достижении качества образования Учитывая эти тенденции, Министерство образования и инуки Българии продемонстрировало готовность и решимость на протяжении последних 3-4 лет Принят необходимые меры для изменения состояния базовой подготовки учителей в положительном направлении Первым значительным результатом этой решимости и вместе с этим существенной предпосылкой для будущих позитивных изменений являются национальная стратегия развития педагогических кадров, принятие в 2014 году и национальный план действий по стратегии на 2014-2020 годы Стратегия предусматривает, что в 2020 году България, чтобы иметь единую и эффективную систему образования, профессиональной подготовки, постоянной квалификации и условий для профессионального развития педагогических кадров А поскольку наилучшей предпосылкой для успешного изменения являются улучение знания о том, что будет изменяться и в соответствии с постоянно увеличивающимися в последние годы тенденциям к реализации образовательной политики, основанной на результатах исследований Национальный план бъл включен для реализации национального исследования и системы подготовки преподавателей в университетах и становительного анализа системно-непрерывного обучения и развития карьеры в Республике Болгарии, в государствах, членах Европейского Союза и других странах Это исследование было проведено в период с марта по ноябрь 2015 года и исследовательской группой факультета педагогики из Финского университета в следующем составе Основная цель исследования состояла в том, что прилить текущее состояние начальной подготовки и непрерывной квалификации учителей в Республике Болгарии глазами ключевых участников – учителей, директоров школы, региональных инспекторов, студентов, преподавателей на университетах, представители общественници с цели у разработки и създания едина и непротиворечивая система и такой подготовки и квалификации в съответствие с потребностями общества, в дългосрочни перспективи и с учетен последних достижений и тенденций в европейска мъждава Исследование проводило в шести выборках, взятых из следующих съвкупностей Учителя детских сада, всех типов и уровней школ с системами образования Второе – директорат школ Третия – експерт на региональных управления и образования Четвертия – студента и обучающихся след учителей Пятия – преподавателя университета, в которой осуществлят обучение и повышение квалификации преподавателей И шестое – представители обществените, теже – родители Для цели изследвания были построены, апробованы и, наконец, спинете шест различных въпросников для шести отделних съвкупностей Каждый въпросник съответствува особенностям населения, для которого он предназначен Анкеты били доступны для запълнения респондентам в режиме онлайн через платформа «Сървей Мънки» Здесь будут представлены и проанализированы некоторые данные о текущем состоянии базовой подготовки будущих учителей в Българии На проблемах с резким сокращением относительно доли молодежи, професии, учителя А также некоторые выводи и рекомендации, вытекающие из данных анализ Я решил представить вашему вниманию количественные данные, полученные только из одного вопроса Которые присутствуют во всех шестых вопросниках и краткий анализ этих данных Однако до этого я приведу причины моего выбора При осуждении педагогического образования будущих учителей Приусматривается определенный знакомый круг дисциплин, формирующих основные профессиональные компетенции учителя Дидактика, теория воспитания, история образования, предметные дидактики, те же методики, ИКТ в образовании, психология Общие, возрастные, педагогические и другие И предлагаются варианты для учения их содержания и структурой А также их текстные связи с практикой Это связано с тем, что мы привыкли думать, что теоретические и теоретико-практические проблемы Представленные этими дисциплинами, охватывают как бы всю теорию и практику так называемого педагогического И преподавание этих дисциплин достаточно для профессионального становления будущего учителя Формально это так Однако в последнее десятилетие в практике образование появляется все больше проблем Который на первый взгляд, кажется, весьма частные ми А преподавание в ваших упомянутых дисциплин должно готовить будущих учителей к тому, как их решать Здесь я думал о проблемах, связанных с работой с детьми с особами потребностями С работой в политической среде С умениями цениват учеников, все знаем, что они каждый хороший учител и хороший экзаминатор С умениями работа в команде, с умениями управления дисциплиной в классе, с работой с родителями и так далее Конечно, каждый инвестерский курс педагогики включает в свое содержание такие темы Но достаточно редко для будущих учителей Мы попытались получить информацию о том, включив следующий вопрос в вопросники для всех выборов Видите на таблице Укажите 5 ключевых компетенций, без которых современный учител не может справиться с классом И ранжирят их в порядке важности От 1 до 5, 1 является наиболее важным Прежде чем приступить к представлению и анализу данных Я укажу, что в 5-степенной числовой рейтинговой шкале С континуумом от 1 до 5 до 5, наименее важной Медиана, то есть величина делящая порядок ранков на 2 равна половиной Равна 3 Я делаю это уточнение, потому что направление отклонения средних от медианы Для отдельных компетенций, предлагаемых для оценки, облегчая сравнение и анализ данных В следующей таблице представлены средние значения для каждой компетенции и выборки Причем самые высокие средние баллы для каждой компетенции, отмеченной красным цветом В результате сравнения и анализа данных, представленных в таблице, можно выделить несколько основных выводов Первый вывод Педагогические и психологические, а также предметные знания и умения являются наиболее важными Но самые высокие оценки дают преподаватели университетов, которые преподают соответствующие дисциплины Ни одна из средних оценок, присваиваемых учителями, не является самой высокой Высшие средние оценки компетенций, выходящие за рамки дисциплины, определяющих условные границы педагогического, даются студентами и родителями Следующая таблица показывает сравнение наивысших средних значений для каждой из указанных в высших красным цветом характеристик и средних для всех респондентов Сумарно 1725 Здесь два интересных обстоятельства Все средние для всех респондентов значение ниже, чем самое високое и указанное средние значение И только одно из указанных средних значений – то, что для педагогических и психологических знаний и умений, аранжиране в диапазонах от одного до двумя То есть с высокой степенной важности равняется 1,79 Второе – среднее значение наивысших указанных средних значений – красный столбец Равняется 2,88, то есть сходится к более высокой степени важности для всех компетенций в целом В то время как среднее значение всех средних для всех респондентов в целом равно 3,26 И выше медианы, то есть сходится к более низкой степени важности всех компетенций в целом В следующих двух таблицах предлагаемая для оценки компетенции Компетенции, аранжированные по важности в первые с учетом наивысших указанных средних значений А потом с учетом наивысших средних значений для всех респондентов в целом Это первая таблица, это вторая Как видно из этих двух таблиц, последовательность упорядоченной компетенции в них различна Но произойдет впечатление то, что некоторые изборения традиционных из них Нашли свой путь в вершине шкалы значимости Умение работать в команде, умение управления дисциплиной в классе И в первой из двух таблиц умение работать в политической среде Но они в целом, за одним исключением, не опускаются ниже значения медианой То есть не сходятся к более высокой степени значимости В то время как другие, нехватка которых приводит к серьезным проблемам для учителей Находятся в нижней части обеих таблиц Умение оценивать, умение работать с детьми с особыми потребностями И умение работать с родителями Очевидно то, что оценивая подобающие академически характери профессиональной подготовки будущих учителей Необходимо искать пути изменения структуры и их педагогическое образование И включить такие компоненты, которые способствовали би формированию профессиональной компетенции Отвечающих требованиям современной школьной реальности Второе Очевидно так же, что это может быть достигнуто не только за счет превратения студента в более теоретических знаний Практически умения не могут быть сформированы только путем владения теориями, даже наилучшими из них Очевидно так же, что необходимо искать эффективные решения и мы работаем в этом направлении Но еще более очевидно, что никакие выполнимые решения не могут быть реализованы без решительного участия в субъектах образовательной политики, государства и соответствующих учреждений Однако, совершенствование педагогическое образование будущих учителей не приведет к повышению качества школьного образования Если не будет решена проблема неуклонного снижения интереса молодых людей к профессии учителя Как отмечает Печева Форсайт, проблема старения педагогических кардов не с сегодняшнего дня и не только в Болгарии По разным причинам, в последние десятилетия в этой профессии наблюдается заметный отток молодежи, а также все более значительное феминизирование Это создает серьезные проблемы и негативные перспективы не только в плане обеспечения среднего образования в следующем десятилетии Когда значительная часть работающих в настоящее время учителей войдут в пенсионный возраст, но и в плане обеспечения благоприятного социально-психологического климата в школе Особенно в отношениях между педагогическими персоналами и подростками, а также между ученными педагогическими персоналами в школе Старение ставит серьезные проблемы с точки зрения качественного образования, а также с учетом динамических изменений в информационном веке Главным образом связанных с бъйстрим увеличением объема и старения информации и бъйстрим развитием цифровых технологий Эта проблема будет еще более важной, учитывая, что качественная подготовка учителей это трудоемкий и длительный процесс, требующий серьезных инвестиций Человеческих, финансовых, времевых, ресурсных Что показывают данные? По данным Национального и статистического института Болгарии, возрастная структура и предварительская состава в системе образовательной школы составляет Видите таблицу? Это вариант ингингиш Как видно из таблицы, за 2016 и 2017 год, учебный год, более 81% учителей старше 40 лет В возрасте до 25 лет, чуть более 1% А возраст и старше 60 лет, почти 10% из всех учителей Поэтому привлечение в школу молодых педагогических кадров имеют ключевое значение для будущего българского среднего образования И для подготовки молодого поколения к жизни, деятельности и работе в сегодняшнем динамично обвиняющем мире Поэтому Национальния стратегия развития педагогических кадров 2014-40 годов предусматривает разработка систем и специальних мер по привлечение, удержание и развитие педагогических кадров В возрасте до 35 лет и специалисти с високим уровнем профессионалними подготовки и квалификации в системе среднего образования Среди этих мер, разработка систем и стимулов для ориентации въпросеников средни школи на педагогические специальности и предоставление целевых стипендий для их възшиво образование, в том числе, путем предоставление стипендий местними региональними органами власти Разработка детокционных программ для учителей в возрасте до 35 лет в съответствие с потребностями регионов, муниципалитетов и т.д. Създание условий для ускоренного профессионального развития в съответствие с профессиональними стандартами Разработка и внедрение механизма в привлечение, профессиональное развитие и удержание педагогических кадров до 35 лет Разработка систем и признание результата в неформальное образование и самостоятелно обучение в отношение оценки и възнаграждения педагогических кадров Обеспечение в съвременних условиях труда для молодых педагогических кадров А обеспечение благоприятной среды для педагогического персонала в возрасте до 35 лет, возможности кредитирования, обеспечение битовых и транспортных расходов для поселений с нехваткой педагогических кадров и так далее. И, конечно же, самое главное – более высокая оплата труда учителей. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok